Голый мужчина на глазах у горожан забрался на крышу кроссовера. С нее нудист пытался улететь в космос. Полдень. Один из жильцов 110-го дома, расположенного по проспекту Столетия Владивостока, становится свидетелем шокирующей картины. Со стороны соседнего дома выходит голый мужчина и спокойно пересекает детскую площадку. Он приближается к припаркованному у обочины автомобилю и... Капот залез на крышу и на крышу вот так вот прыгал, как обезьяна. Потом через заднюю дверь съехал, как с горки. Его тут же скручивают четверо мужчин. На место происшествия прибывает наряд ППС. Стражи порядка решают, что хулиган находится под воздействием синтетических наркотиков и вызывает скорую помощь. Появляется хозяин автомобиля, на котором голый мужчина танцевал всего несколько минут назад. Я услышал звонок от служащих полиции и уже на него среагировал. То есть сигналка отреагировала. Я внимания не обратил. Водитель кроссовера осматривает авто. После зажигательного танца нудиста на крыше остаются вмятины. Рулевой Ниссан Жук в шоке. Случай не страховой. Чтобы вернуть деньги, потраченные на восстановление авто, ему придется судиться с хулиганом. До приезда медиков нудист-танцор находится в машине ППС. С прессой 33-летний мужчина на контакт идет охотно. И с удовольствием рассказывает, что побудило его раздеться и станцевать на крыше авто. Вообще за что задержались? Я пробежал по машине. Потом я побежал, я короче, мне внушили то, что... Я пробегу сейчас три раза вокруг дома, короче, и... И это... И улечу в космос. А кто вам это сказал? Голос. Но ни в какой космос мужчина не улетает. Его забирают земные космонавты, врачи скорой. Помогите мне! А что помогать тебе? Да я адекватный, не увозите. Мужчина страдает психосоматическими расстройствами. Об этом уже поведали медики. Сегодня у него случилось очередное обострение, и наркотики здесь по всей вероятности ни при чем. Гебошира отвозят на Шепеткова.